Болельщики, мы вас очень ждем у себя дома, здесь мы хотим вашей поддержки и это будут непростые игры, поэтому мы ждем вас всех в центре волейбола. Покажите свой бой такой же, как мы будем показывать на площадке против болельщиков Локомотива. Мы вас любим! Апрель. Самая жаркая и интересная пора в волейболе. Время решающих матчей. Квинтэссенция, огромные работы за весь сезон. В это сложно поверить, но прошло 6 долгих лет. С тех пор, как казанская «Динамо Акбарс» последний раз играла в финале чемпионата России. И мы действительно соскучились. Все хотят только побед и вернуть чемпионство Казани. Все этого давно ждали, хотели, поэтому мы будем только рады это исполнить и привести эти все позитивные эмоции в реальную жизнь. Последний финал казанского «Динамо» датирован аж 2018 годом. Именно тогда на волейбольной карте России появился Локомотив из Калининграда, который за 6 лет не опускался ниже второго места. Дважды выиграв титул сильнейшей команды страны. Отсюда и разница в опыте. У Локомотива сразу 10 волейболисток становились чемпионами разных стран. В составе «Динамо» таковых лишь 5. Я никогда не играла в финале. И я думаю, большинство девочек у нас мало кто играл в финале. Поэтому это очень нас мотивирует и мы хотим выиграть. Мы уже на финишной прямой и хочется, конечно, только золота. И это больше мотивирует всех игроков добиться больших результатов. Хочется все отдать. И эмоции отдать, и силы отдать, чтобы выиграть. У меня шелтошки запутели. Компенсировать отсутствие опыта способен тренерский штаб во главе с Зораном Терзичем. И если у Локомотива по ходу сезона Константина Сиденко поменял болгарин Радослав Арсов, который вывел команду в финал, то опытнейший Терзич за год построил обновленное «Динамо» со своей системой и фирменным почерком. Второе место в регулярке, победа над улицей в плей-офф и непростой, но успешный полуфинал против Ленинградки позволил достичь цели минимум. А главное – вселяет оптимизм перед решающими матчами сезона. «Цель, как я помню, была выход в финал и, конечно же, выиграть чемпионат. Вот мы стремились к этому». «Если мы будем просто играть свое удовольствие и показывать свой волейбол, то уже неважно будет, какой счет, всегда будет только положительная атмосфера на площадке, также счет игры будет только в нашу сторону». Итак, 17 и 19 апреля в Казанском центре волейбола стартует финальная серия чемпионата России до трех побед между «Динамо Акбарс» и «Калининградским локомотивом». Железнодорожники провели неровный сезон. Как итог, четвертое место в регулярке и две волевые победы в сериях против «Протона» 2-1 и невероятный по накалу полуфинал против московского «Динамо». На контрасте «Локомотив» потратил куда больше сил и эмоций. Казанская же команда, наоборот, успела выдохнуть и восстановиться. «Будет немножечко сложнее, они эмоционально столько отдали и физически по пять партий играть, и пять игр сыграть». «Мы переживали, мы тренировались в этот момент, а девочки играли, поэтому для нас это был тоже такой небольшой стресс, потому что мы не знали, кто же будет против нас играть уже в финале». В этом сезоне соперники провели три игры, и все три остались за командой «Зорана Терзича». Только вот стоит ли оглядываться на это, как и на то, что в истории плей-офф «Локомотив» дважды проходил «Динамо Акбарс». «Нету смысла вспоминать, потому что в чемпионате «Локомотив» это другой «Локомотив», который сейчас...» «Достаточно опасна команда для нас, потому что мы в эмоциональном фоне, они где-то могут передавить, но я считаю, что у нас очень высокий профессиональный уровень всех игроков, поэтому я думаю, что для нас это не составит большим трудом сделать». Состав «Локомотива» – это опыт и эмоции. Главные забойщики, безусловно, Эбрар Каракурт, Ксения Парубец и хорошо знакомые нам Татьяна Толок, а также Ирина Филиштинская на позиции связующей. «Конечно, Каракурт 100% лидер команды, очень эмоциональный игрок, и надо с ней быть более спокойной нам. Если не поддаваться на ее провокации, то нам будет намного проще это взять, а она будет провоцировать 100%. Терпение. Нужно потерпеть, чтобы добиться чего-то определенного. Кадочки на суперхорошие игры выдает пару битс-капитан команды, достаточно стабильный игрок. Каждому надо опасаться, неважно, какой он плывал, и как они будут девочек ротировать на площадке». А вот чем мы с вами можем помочь? Так это просто прийти в центр волейбола 17 и 19 апреля, чтобы не только насладиться игрой лучших команд чемпионата России, но и поддержать «Динамо Акбарс» в битве за золотые медали. Мы действительно соскучились по большим победам, а достичь их можно только вместе. Субтитры подогнал «Симон»!